Эльбрус предполагалось приименовать в пик Адольфа Гитлера. Такой подарок фюреру готовились преподнести офицеры немецкой армии, у которых и возникла идея водрузить на вершину флаги в знак захвата. Стяги со свастикой развивались на Эльбрусе до тех пор, пока 78 лет назад, 17 февраля, их не заменили на Красное Знамя Союза. Фатима Даурова об отваге и борьбе советских солдат-альпинистов. С 13 по 17 февраля 43 года советские альпинисты совершили тяжелейшее восхождение на Эльбрус. У них была только одна цель – сбросить с вершин пятитысячника немецкие штандарты и водрузить знамя Советского Союза. Им это удалось. Так закончился самый тяжелый оборонительный этап битвы за Кавказ. Только кадры военной кинохроники могут передать атмосферу происходящего. Фашистские стяги на Эльбрусе, самой высокой горе Европы, появились спустя всего месяц после начала немецкого наступления на Кавказ. В первых числах января 43 года, когда стало ясно, что Германия терпит поражение в районе Сталинграда, горные части немецких войск стали покидать перевалы главного Кавказского хребта. Кавказ стал уже ловушкой для вермахта. Спешно отступил и отряд егерей, ранее хваставшийся захватом Эльбруса. Однако снять гитлеровские флаги оттуда оказалось трудной задачей. День сегодня выдался примерно таким же, как, наверное, и тогда. За окном погода минус 9. Я стою и держу микрофон, мне холодно. В полном обмундировании и то чувствую холод. На секунду задумайтесь, какой подвиг совершили советские солдаты, взбираясь при таких нечеловеческих условиях на вершину. Операция была поручена специальной группе из 20 военных альпинистов под руководством опытного спортсмена, полярника и ученого-метеоролога, военного инженера третьего ранга Александра Гусева, за плечами у которого было зимнее восхождение на высочайшую гору Кавказа. Подъем затруднялся заминированными отступившими немцами тропами и ураганным ветром. Видимость не превышала 10 метров, а свирепый ветер валил с ног. Но 13 февраля 43-го года фашистский флаг с западной вершины Эльбруса был снят и вместо него установлен советский стяг. Несколькими днями позже при усилившемся морозе в минус 40 на восточной вершине был выдернут обломок древка с обрывками нацистского флага и установлен алый стяг СССР. Вы все знаете, что вообще экспедиции на Эльбрус, они осуществляются именно в августе месяце. Представьте, вот в феврале месяце, не имея тех обмундирований, которые на сегодняшний день мы имеем современные, ну и с ними вряд ли кто-то решится подняться по такой погоде. А в то время поднялись наши ребята, вместе с ними поднималась и съемочная группа. Даже тяжело представить, что им пришлось преодолеть. Но враг просчитался в одном, что это была наша земля, наша родина, и победа могла быть только нашей. Склонив голову, мэр города Карачаевска Альберто Таев ушел мыслями в события давних военных лет. Я думаю, сколько эта война унесла таких жизней, героев. То, что героев мы знаем, это же только мелочь из числа, кто реально совершил подвиг. Поэтому я думал о судьбе, об этом неизвестном солдате, потому что и мой дедушка тоже пропал без вести на войне. Ну, такие мысли были. Стало традицией каждый год 17 февраля при любых погодных условиях почитать память советских солдат здесь, в поселке Орджоникидзовский, у мемориала с защитником перевалов Северного Кавказа. Стоя у вечного огня на могиле неизвестного солдата мысли становятся кристально чистыми, чувства обостряются, а стук сердца в унисон отбивает ритм фразы «Никто не забыт, ничто не забыто». Катима Дорова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия.